Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Аж искры летели. От разряда молний погибли женщина, две лошади и две коровы. Обрабатывают урожай ядом, что намерены делать алтайские пасечники, у которых из-за химикатов массово погибли пчелы. Непривычная дата, когда пройдет день города в Барнауле и ждать ли фейерверк. Но вначале. Сегодня в Барнауле упал с моста мужчина. Происшествие случилось днем. Тело погибшего обнаружили под старым мостом. По словам очевидца, подписчика интернет-сообщества, который и опубликовал сообщение о трагедии, он по пути на рыбалку встретил мужчину, которого уже на обратном пути обнаружил мертвым на асфальте под мостом. Что произошло и при каких обстоятельствах, пока неизвестно. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Женщина, две лошади, а также две коровы стали жертвами природной стихии и их убило молнией. Оба инцидента случились на пограничной с Казахстаном территории, но один случай в нашем регионе, другой в соседней республике. Оба происшествия произошли накануне 3 июля. Сейчас минут 20 назад ударила молния, коровы лежали, настоили. Двух коров убило. Пастуху по балагану ударило рядом с балаганом. Еще не отошел в себя, не пришел. Искры, говорит, летели, конь упал аж. На территории нашего региона несчастный случай произошел в Волчихинском районе в селе Усть-Волчиха. Скот погиб в открытой местности, рядом с водоемом. Молния ударила и в палатке пастухам. Сообщается, что мужчин жив. А вот женщина вместе с двумя лошадьми погибла от грозы, которая бушевала и по ту сторону границы с Казахстаном. Напомним, по мнению ряда отечественных и зарубежных ученых, на планете сейчас наблюдается период грозовых рекордов. Опасные природные явления происходят все чаще и становятся более мощными. В то же время, эту точку зрения разделяют не все специалисты. На их взгляд, грозы – типичное летнее явление. При этом все эксперты едины во мнении о том, что грозы, как правило, случаются после сильной жары на фоне повышенной влажности. Добавим, на территории края очередное повышение температур воздуха до плюс 28 градусов ожидается уже в ближайшие дни. При этом синоптики прогнозируют и довольно сильные дожди. Осторожность жителям региона не помешает. Кормозаготовительные компании на Алтай набирают обороты. Ежесуточно аграрии заготавливают сейчас свыше 50 тысяч тонн кормов, сообщает региональное министерство сельского хозяйства. Общий фонд кормов для животных уже превысил 270 тысяч тонн. Порядка 80% из этого объема – синаж. Аграрии заготавливают его сейчас интенсивными темпами. Кормозаготовка продолжается и дальше. С массовым мором пчел столкнулись пасечники как минимум пяти районов в крае. По их словам, из-за бездумного использования аграриями дешевых яда химикатов погибло несколько сотен пчелосемей. Пасечники сейчас коллективно обращаются в СМИ и региональное управление Ростельхознадзора. Наша съемочная группа накануне побывала на пасеках в одном из пострадавших районов и оценила размер ущерба. О нем, а также о предполагаемых путях решения многолетней проблемы в специальном репортаже Юлии Щепиной. С 12 по 19 июня была отравля полей, отравили кирасой. Вот гибель пчел произошла. Большие кучи у каждого. Каждый литка лежат. Массовый мор пчел вновь накрыл Алтайский край. Для семьи Светланы это трагедия, ведь основной источник дохода – пасека. Натравили пасеку, 200 пчелосемей. Гибель большая, пчел. Ну и потеря меда, конечно, рассчитывала на 5 тонн накачать. Нынче, наверное, ничего не накачаем. Вот годовой наш заработок. Больше у нас не с чего. Два сына у меня защищают родину. Как бы один СО, он давал репортаж вчера в Барнауле. Второй у меня служит в Балашике, Московской области. Причиненный ущерб семья Кляченых оценивает минимум в 3 миллиона рублей. При этом на восстановление пасеки уйдет целый сезон, в котором после обработки рапсовых полей ядохимикатами погибли сотни пчелосемей. 18 пасек, да, пострадало. Заявление 21, но там у кого частично, есть пасеки 90 процентов, 95. Как минимум в пяти районах края поля обработали ядохимикатами первого класса опасности для пчел и второго для человека. Жители сел таким фактом крайне обеспокоены. Это же и люди еще страдают от этого. Все почувствовали здоровье. Запах в деревне. Ведь угробили все. На матушка земля уже говорит. Люди, опомнитесь, остановитесь. Вы же меня уродуете. Вам же тут жить. Перед обработкой аграрии, как и положено, оповещают пчеловодов. Но это не спасает. Оповещение, оно как бы, оно не панацея. Они оповестили, ну вот оповестили они меня, допустим, что на 10 дней изолировать лед пчел, чтобы лед пчел 10 дней не летали. Но вот 30 градусов жара, это невозможно. Если я закрою ледки, если я их не выпущу, то просто к обеду воск растает, все это выплывет из улей, все, они погибнут. Вариант увезти пчел на время обработки полей отпадает, говорят пасечники. Специальное место для этого никто не выделит. Плюс нужны деньги и физическая сила. Один улей весит в среднем 70-80 килограмм. Ну, оповестили они меня. И это получается, я просто сижу и жду, что через 10 дней я стану нищий. Пчеловоды уже начали предпринимать действия для начала судебных тяжб с ответственным за ситуацию предприятием. Мы же создали, ну, как положено, комиссия была, взяли пробы рапса, пчел, отвезли вчера в Барнаул. Собираем пакет документов, да, и коллективное. Пчеловоды с коллективной жалобой обратились в региональное управление Россельхознадзора. Несколько лет назад для предотвращения таких трагедий пчеловоды страны разработали несколько решений, в том числе за благовременную обработку полей менее токсичными препаратами. Второй способ решить эту задачу – это как раз стимулировать тех растеневодов, которые будут уходить от тяжелых ядохимикатов на более щадящие, есть биопрепараты. Они дороже. Но эта дороговизна, понимаете, может компенсироваться чем? То, что пчеловод останется пасека целая, и опылением, как раз, вот, допустим, если мы берем тот же рапс, повышается урожайность до 40%. Инициативу о применении щадящих биопрепаратов пчеловоды России планируют направить в АКЗС и Госдуму. Надеются, что законотворцы их услышат. Иначе массовый мор пчел, который происходит в крае на протяжении многих лет, так и не прекратится. Только за последние дни от массового мора пчел пострадали пять районов края. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. В одном из барнаульских СНТ собирают подписи под петиции с требованием обеспечить садоводство стабильной электроэнергией новыми лэпопорами. Имеющиеся, по мнению дачников, представляют реальную угрозу для безопасности. При этом руководство, товарищество «Флора» бездействуют, считают люди. Тему продолжит Данил Кузнецов. У нас маленький чайник, у нас чайник мощный СНТ. Холодильник периодически отключается, то есть он вообще не работал в те выходные. И поэтому люди-то жалуются, и у всех так, у соседей так же. У некоторых в садоводстве «Флора» и вовсе холодильники сгорают из-за скачков напряжения, рассказывают люди. Виновников энергоперебоев видно невооруженным взглядом. Столбы местами сгнившие, все перемотаны. По словам местных, еще и часть проводов из них вытащил кто-то. Металл нынче в цене, в отличие от жизни людей, возмущаются садоводы. А вообще у нас столбы падают. То есть осенью были случаи, когда упало в районе двух-трех столбов по улицам. Благо, что люди уже разъехались, дачный сезон закончился, и в этот момент уже не было никого. Столбы отнюдь не единственная проблема садоводства. Другие – вода с большим содержанием металла из-за старых труб, дороги в ямах. Жители даже сами скидывались деньгами и засыпали их. К председателю садоводства, по профессии электрику, люди боятся обращаться. По их словам, одним он воду обрубил с помощью вварного болта из гона, другим провода подрезал. 7 мая мне в начале водопровод с электричеством обрезал. А потом, когда мне сосед накинул провода, просто воздушку, как говорится, еще раз. Притом поздно ночью приехал, там с группой товарищей, залез, откусил, все, как говорится, нарушил всю эту мою магистраль. При этом, подчеркивают люди, председатель уже должен был уйти в отставку, ведь срок закончился. Новых выборов не было. Да и провести их пока нереально. Организацию собраний он не поддерживает. Потому кворум и подавно набраться не может. В течение проведения собрания Скулов Михаил Иванович, председатель, всегда озвучивал количество членов СНТ в устной форме, не предоставляя официальный реестр СНТ. Таким образом, кворум мы не могли сосчитать, и кворум всегда делался однолично председателем. Он всегда говорил, кворум нет, кворума нет. Общаться со СМИ председатель не пожелал. Сразу же бросил трубку. А между тем, садоводы рассказывают, что в местном магазине, который он обустроил в СНТ, стоят мощные холодильники, которые тянут немало электричества, но функционируют без перебоев. Рядом установлена будка, на которой висит ящик для обращений садоводов. Только вот они уже обращаются не к нему, а в прокуратуру. Ранее прокуратурой района в деятельности СНТ «Флора» выявились нарушения, выразившиеся в несоответствии устава требованиям закона номер 217 федерального закона. Не проведение ревизионной комиссии проверок финансово-хозяйственной деятельности, осуществление деятельности ревизионной комиссии в неполном составе, не проведение общих собраний членов СНТ «Флора» после 01.06.2019. Прокуратура Барнаула уже не раз выносила представление об устранении нарушений, но ничего не меняется. И люди намерены уже коллективно обращаться и в надзорные органы, и собирают подписи под петицией с требованием обеспечить садоводство стабильной электроэнергией и новыми ЛЭП-опорами. Иначе, по словам дачников, беда неминуема. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. Часть 4. Статьи 228. Прим. 1. УК РФ. Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. В отношении одного из фигурантов выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ну а мы продолжим. Туристический потенциал Алтайского края представили на выставке «Россия в Москве» в рамках проведения Дня туризма. В столице обсудили также перспективы развития всех сибирских регионов в туристическом плане. Много говорили о работе с инвесторами. Огромные суммы готовы инвестировать в Сибирь в ближайшее время. Об этом, а также какие места в крае губернатор нашего региона особенно рекомендовал посетить гостям. К 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Это масштабная задача, которую ставит президент России. Один из вариантов ее решения – инвестиции в регионы страны, в том числе сибирские. В плане стратегии развития Сибири 200 крупных инвестпроектов на сумму 17 триллионов рублей. Поэтому инвесторов надо всячески поощрять. Такую мысль высказал на встрече в Москве полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе. Прошу настроить органы исполнительной власти и местного самоуправления на неформальную, живую и результативную работу с инициаторами инвестиционных проектов. Реакция на их обращение, просьбы о помощи должны быть быстрыми и по возможности эффективными. Большой инвестпроект планируется вложить и в развитие туризма в Алтайском крае. Об этом уже говорил губернатор региона Виктор Томенко, рассказывая о привлекательности нашего края в рамках пленарной сессии. Портфель инвестсоглашений с инвесторами, которые именно в туризм собираются вкладываться, у нас сегодня почти на 50 миллиардов рублей. К 2030 году будет построено более 3800 новых комфортабельных номеров. И, в общем-то, конечно, это увеличит турпоток в целом по краю практически на треть. А края без того уже пользуется большой популярностью у туристов. Особенно губернатор отметил Белокуриху с ее медицинским туризмом, алтайские соленые степные озера, бирюзовую катунь и комплекс «Сибирская монета», пригласив приезжать на Алтай. Ведь, по его словам, у нас все настоящее. Кстати, почти 8 месяцев на выставке России на ВДНХ работал и павильон нашего региона. За все время выставки на стенде было проведено более 400 мероприятий. Это различные мероприятия, как тематические, так и отраслевые, анонсы, презентации тех событий, которые традиционно у нас проходят в крае. Например, фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», «Сибирская масляница», «Цветение моральника». Выставка России подошла к своему завершению, но по поручению президента скоро будет создан Национальный центр России. Где и каким будет участие регионов в его работе, пока определяется. Но это явно станет еще одной возможностью рассказать об Алтае представителям других регионов страны и повысить тем самым его туристическую привлекательность. Татьяна Голубева, день с толком. Новый памятный знак Николаю Рериху открыли в сквере на улице Преречной в Барнауле. Торжественное мероприятие прошло в присутствии первых лиц края города, общественников, гостей из разных регионов России, а также при непосредственной участии самих создателей. Мыслитель, художник, археолог, путешественник, писатель, общественный деятель. Человек с именем достойный такого извояния, считают создатели памятного знака Рериху. Мы действительно понимаем, какой значительный вклад Николая Константиновича, всей его семье в развитие и сохранение культуры, идей гуманизма и его имя на российской, алтайской, барнаульской земле очень почитаемо. А идеи его, конечно, очень живы и находят отклик и в наших умах, и в наших сердцах. И чем больше будет у нас памятных знаков, памятников, мест памяти, тем самым мы будем увереннее стоять на этой земле. Как родилась эта идея? Она родилась очень быстро, буквально. Не знаю, мне кажется, наверное, Николай Константинович, может быть, помог, потому что, когда я просто вечером сделал эскиз, и у меня просто было слово Рерих, то есть оно у меня возникло просто вот перед глазами, и я сначала сделал вот такую плакетку и вот этот элемент центральный, и мне показалось, что больше ничего и не нужно. Николай Константинович Рерих, конечно, во время своей экспедиции изучал прошлое Алтая, мечтал о будущем Алтае, мечтал здесь жить на Алтае. Но, наверное, самый главный след, который он оставил, не выражается в находках экспедиции, путевых заметках. Самый главный след, который он оставил, это надежда в сердцах людей, надежда в справедливость, добро, гармонию и радость. Выбор места для установки пал на сквер вблизи реки Барнаулки, уютный уголок в историческом центре города. Теперь эта локация в столице Алтайского края станет еще одной точкой притяжения для туристов и почитателей гуманистических идей философа. Здесь знамя мира, символ сохранения культурного наследия, которое необходимо сберегать от войн и разрушений во все века и времена, а именно в этом была главная цель Рериха. И действительно, наш с вами замечательный край – это центр мироздания для очень многих людей, центр силы не только для нас, для всех, кому дороги идеалы искусства, добра, поэзии и красоты. Сама идея появилась еще осенью прошлого года. На разработку проекта ушло два месяца. И вот на открытии памятного знака гости из пермских городов Лысево и Гремячинск, а также Калуги и делегация Избийска. 3 июля исполнилось 10 лет и принятию Алтайским краем знамени мира, и принятием более 30 организаций России знамен мира. И именно знаменосцы получили новый импульс в такой вот культурно-просветительной работе. Как говорил Николай Константинович, там, где культура, там и мир. Там, где мир, там и культура. Как считают организаторы, с появлением нового памятника интерес к творчеству Николая Рериха усилится. А надпись на табличке подтолкнет к духовному росту даже тех, кому имя великого мыслителя до сих пор не было знакомо. Дарья Ярошина, Владислав Ковалев. День с толком. Жители Барнаула приглашают принять участие в очистке берегов реки Пивоварка. Экологическая акция, организованная добровольческим отрядом «Чистый край Алтай», пройдет 6 июля. Желающих присоединиться к благому делу ждут в 10 утра у остановки столовая Бия с четной стороны улицы. Организаторы рекомендуют надеть плотную одежду, сапоги и перчатки, захватить с собой репелленты, средства от комаров, а также москитную сетку. За участие в мероприятии можно получить волонтерские часы, которые, к примеру, обеспечат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Отметим, берега Пивоварки волонтеры регулярно очищают от мусора. Во время последнего такого субботника добровольцы собрали больше сотни мешков хлама и десятки покрышек. Всех ждем сделать наш город чище. Озеро, которое мы будем очищать, там растет краснокнижный белокрыльник, там плавают столько уток, там такая красота. Это нужно ценить здесь и сейчас, так сказать, кто, если не мы. Уникальная концертная программа «Шестидесятники» появилась в репертуаре Алтайской государственной филармонии. Так жители Барнаула и гости города уже смогли послушать песни на стихи Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского и Роберта Рождественского, популярных поэтов 60-х годов прошлого века. Исполняли концерт наш симфонический оркестр и приезжие вокалисты Владислав Косарев и Евгений Волков. Подробнее далее. Песня «Шестидесятники» Поэзия «Шестидесятников» – отдельный пласт литературного наследия нашей страны. Уникальные авторы творили в содружестве. В стихах они отразили и собственные судьбы, истории любви и творческих сражений. Так писали Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский. Песня «Шестидесятники» Ни один минус, даже хорошо сведенный от Мастериона, ни один эстрадный ансамбль не способен передать вот то богатство красок, вот ту удивительную, труднообъяснимую силу искусства, которую вложил композитор в свою песню. И все-таки эстрада 20 века, большая часть ее, она звучала и должна звучать сейчас в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. Раскошный дуэт с дирижером, вырепетировали. Послушайте, ваш Лузин! Это все ваш Лузин! Концерт действительно вызвал горячие овации у собравшейся публики. Я много гастролирую по России, я работаю с разными оркестрами, с разными дирижерами. Везде очень хороший, сильный профессиональный уровень, но такого темперамента, такого артистизма и какой-то неукротимой энергии я ни у кого больше не встречал. Екатерина Рождественская – автор программы «Шестидесятники». Концерт прошел в рамках фестиваля имени Роберта Ивановича. Бывает в полдень хрупкий, мне злость моя нужна. Я поднимаю трубку – ты дома, старина? Он отвечает – дома, спасибо, праба, но. И продолжает томно, и ляло, и темно. Дела, прости, жму руку, а я молчу, спешу. Потом швыряю трубку и говорю – пижон. Я в его стихах ощущаю какую-то колоссальную поддержку, вдохновение, утешение. Но это вот все признаки того, что человек писал не умом, не расчетом, не желанием прославиться, получить там какую-то премию ЦК КПСС. Он просто любил. Лучшие стихи о жизни рождаются в среде поэтов-друзей. Программу, посвященную творчеству шестидесятников, на сцене филармонии играли впервые. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. Впервые за последние 10 лет День города в Барнауле пройдет не в сентябре. Дата празднования в этом году – 31 августа. Программа мероприятий Дня рождения Барнаула пока не опубликована. Основные торжества, скорее всего, пройдут на площади Сахарова и на площадках районов города. Известно также, что в День города установят памятник лебедю Андрюшим на мосту Нового рынка. Будет ли праздничный салют в этот день – тоже пока неизвестно. Напомним, что в последнее время из соображений безопасности его отменяли. На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит. И я напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Обязательно звоните, сообщайте о своих новостях. Далее о погоде. До встречи. Продолжение следует...